Каждая монета – страница из истории жизни последнего царя и первого российского императора. Поэтому выставку и назвали «Петра творенье» – введение денежной реформы, учреждение первого в музее редкостей кунсткамеры и, конечно, строительство морского флота. Теперь посетители культурного центра могут увидеть реформу Петра I через призму денежных знаков. Сегодняшняя выставка – это продолжение ряда мероприятий, посвященных 350-летию Петра. Да, год вроде бы завершился, но, тем не менее, личность Петра настолько велика, что просто, так сказать, взять и забыть об этой дате невозможно. Эскизы 26 монет из золота, серебра, платина и палладия разработали художники, а позже их отчеканили на Монетном дворе. На выставке в областной научной библиотеке они представлены на бумаге. Номинал экспонатов варьируется от 1 рубля до 10 тысяч. Тираж тоже различен, деньги попадают в обращение в количестве нескольких тысяч. Но есть и более редкие образцы. Монета весом 1 килограмм золота. Экземпляр всего 50 штук. Организаторы выставки уверены, что такой нестандартный формат изучения памятных экспонатов дает возможность более тщательно рассмотреть рисунки даже на небольших монетах. Однако встречаются и настоящие гиганты. Диаметр монеты окно в Европу 10 сантиметров. Благодаря большому масштабу на 10-тысячном золотом жетоне дизайнерам удалось разместить сразу несколько городов, которые помогли императору закрепиться на Балтике. Сами оригиналы хранятся в Банке России на улице Неглинной. А здесь мы представляем только фотографическое изображение монет. По известным причинам сами оригиналы должны храниться в особых условиях. Памятные монеты Банка России распространяются через кредитные организации. Их можно приобрести в коммерческом банке. Среди первых посетителей студенты, которые учатся по специальности банковское дело. Для них работа с деньгами не только занятное увлечение, но и первоочередная обязанность. Студенты, которые будут работать в банках, увидят своими глазами монеты, которые они потом могут продавать или покупать на своем рабочем месте. Студентам очень нравится, очень впечатлили эти монеты. Они никогда их не видели, эти монеты. Окунуться в эпоху правления великого императора и почувствовать себя в роли нумизмата можно до 12 февраля. Вход для посетителей свободный. Ирина Начарова, Марина Елькина и Дмитрий Шаталов. Ирина Начарова, Марина Елькина и Дмитрий Шаталов.